Девушки отдыхают Киры зажали пожилого инвалида в тиски, заставив выплачивать огромную сумму за просроченный кредит. Чтобы остаться в живых, дедушка пустил в свою квартиру жильцов, а сам переселился в деревянный шалаш. Вам что, жалко для ребенка 12 тысяч рублей в месяц? Ребенку 4,5 тысяч мало, очевидно. Фрукты, овощи, одежда, занятия. Да она на себя планирует, Ваша честь, на себя. Брошенная жена пытается растить сына на крохотные алименты, которые выплачивает отец ребенка. Ее бывший муж прекрасно живет, оформив свой бизнес на имя любовницы. Ведь он уверен, что бывшая жена не доберется до его денег. Дети, детей! Я очень вас прошу, замолчать и стоять сейчас молча. Вы меня понимаете или нет? Да, Ваша честь, я понимаю вас. Но у меня сердце болит. Я понимаю, что у вас болит. Так вот, чтобы не заболел еще и кошелек в результате моих штрафов, стойте и молчите. Наталья Муромцева заплатила огромные деньги за обучение сына в престижной школе стилистов. Но диплом юноша так и не получил. Ведь за вожделенную корочку надо заплатить гораздо больше, чем за само обучение. Истец, представитель управы района, подает иск о расторжении договора найма жилого помещения и возмещении материального ущерба в размере 300 тысяч рублей. Ответчик Николай Федотов с иском не согласен. Утверждает, что это его единственное жилье. Прошу садиться. Слушание, дело открыто. Ваша честь. Я являюсь Журиной Валентиной Федоровной, представитель районной управы. Мы заявляем иск о расторжении договора социального найма с ответчиком Федотом Николаем Трофимовичем. Так как он использует свое жилое помещение, муниципальную квартиру, не по назначению. Дело в том, что согласно статье 91 ЖК РФ и статье 658 ГК РФ, он принес материальный ущерб государственной казне. 658, наверное, гражданского кодекса. Гражданского кодекса, прошу прощения, Ваша честь. И материальный ущерб в районе 300 тысяч рублей. Он сдавал свою квартиру, не перевестив управу районную. Дело в том, что истец проживал давно в этой муниципальной квартире, еще получил ее во времена советской власти. Но последние два года стали поступать в управу сигналы, что там он не появляется, а квартиру свою сдает. Интересно, какие сигналы, письменные или устные? Да, и звонки были, и письма были. А потом даже пришло судебное было разбирательство. И так как он квартиру сдавал наркоманам, и соседи позвонили в милицию. Там был обыск, было дело заведено на него, и нам в управу поступили уже тут документы. Вот у меня все с собой есть, во-первых, и доверенность есть, и документы есть из милиции, что сдает квартиру. Но наркоманы в деле пожалели деда и сказали, что он безвозмездно сдавал им квартиру, не платил он за него ничего. Но чтобы не было последующего, мы все-таки его вызвали, поговорили, сделали ему внушение. Ну, на первое время дело мы, как говорится, не раздували. Ну, представляете, месяц назад опять поступило, значит, опять соседи сказали, что там появились какие-то чужие. Появился сигнал. Да, сигнал, можно так сказать. Так. Появились там совершенно чужие люди, наркоманы. Они употребили наркотики и устроили пожар. Это хорошо, соседи бдительные внизу оказались. Они, да, 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 они вызвали пожарную команду, приехали, потушили пожар. Но квартира закоплена, залита, соседи внизу залиты. Вот у меня акты о пожаре есть. Пожарные, когда попали в квартиру, пришли в ужас, увидели наркотики, увидели обкуренных наркоманов, вызвали, естественно, милицию. Милиция стала проводить, нашли много наркотиков и возбудили дело. Уже вот в этом деле наркоманы дали показания, что наш ответчик сдавал им квартиру за 20 тысяч рублей в месяц. И представили нам расписки в количестве 15 штук. Он за это время получил 300 тысяч дохода. Муниципалитет не был оповещен. Квартира пришла в упадок, ее надо. При чем тут считать? Вот третий раз вообще неизвестно, что будет. Поэтому, да, конечно, мы не знаем, где проживал в это время, когда он сдавал свою эту квартиру. Но раз он где-то жил, значит, у него есть где жить, значит, ему эта квартира муниципальная не нужна. Во-первых, он соседи всех, вот в ужасном состоянии они находятся. Соседи зависть берут. Ничего не зависть. Это вы тут такой у нас хороший весь. Короче говоря, районное управление на основании этих статей предъявляет иск и требует расторгнуть договор социального найма этой муниципальной квартиры, выселит деда и возместить вот эти все 300 тысяч рублей согласно 15 штук расписан, которые нам передало следствие, проводившее это дело. Так, очень интересно. Дайте-ка мне все эти документы. Вам слово, ответчик. Представьтесь сначала. Федотов я, Николай Трофимович. Ваша честь, я человек очень несчастный, потому что вы знаете, как, во-первых, я инвалид. Вот и справка есть у меня об инвалидности. И с молодой я вот на охоту ходил и на медведя пошел. И вы знаете, получилось так, что он на меня вообще навалился и потом отгрыз мне пальцы ног. По этой части у меня как раз и справку я взял, это сам медицинскую, что инвалид. Вот. Первой женой Прасковью я жил 20 лет. Детей у нас, правда, не было. И вот она умерла, вы знаете, как тихо, мирно, так как она вот последние годы очень сильно болела. Вот. А со второй женой, я как раз после этого женился на своей односельчанке. К делу-то какое отношение это имеет? Это дело имеет прямое отношение, Ваша честь. Поэтому, знаете, как, с Прасковьей. И Прасковьем, вы знаете, как 10 лет прожили мы с ней. И вот, а мне маленькую живность завели в деревне. И вот шли, это самое, по речке. И по тонкому льду пошли, и вы знаете, она утопла. И мне похоронить бы ее, а хоронить не на что было. И вот я прям забеспокоился, все, дайте сказать. Да что ж говорить-то. И потом, вы знаете, как, похоронить бы ее, и не на что было. И поэтому, ну, никак я не мог, и все сокрушалось. А от чего мне Бог наказывает все это? С чего, за что? Вот. Да он ваших жен наказывает, а не вас. Вы-то живой. Да, вы знаете, как... Хорошо, дальше что? Дальше то, что я хочу просто рассказать, как было вообще все. Потом я, значит, еле-еле нашел выход из положения. Взял кредит. И тут же через полгода я расплатился с этим кредитом. Потом как-то пошел это самое получать, это самое, пошел посмотреть почту. А там конверт с банка. Вот, мол, вы, Федотов Николай Трофимович, почетный наш, значит, клиент. И поэтому мы вам дарим вот эту карту. Там еще карточка была. И говорит, 50 тысяч. Вот, думаю, слава Богу, хоть... К квартире какое отношение все это имеет? Ну, как какое? Прямое отношение. Потому что мне же за жилье надо было платить. Похоронить надо было жену. И поэтому, вы знаете, как получилось. Ну, хоронить-то надо было мне на что-то. И вот как раз вот эти 50 тысяч мне и помогли. А через год приходит мне письмо, будто бы 150 тысяч платить им. Откуда у меня такие деньги? Я не платил, потому как у меня не было возможности. Другими словами, вы сдали эту квартиру для того, чтобы рассчитаться с долгами банка. Да. Понятно. Из-за этого я и сдал квартиру, чтобы рассчитаться с банком. А вы где проживали в это время все? А я в это время проживал в этой самой будочке маленькой. Около железной дороги там раньше картошку сажали. Там оставались вот эти домишки маленькие. Вот в этом домишке и жил. А они что, отапливаемы? Нет, не отапливаемы. Вот даже и фотографии. А как же зимой? Да зимой кое-как так вот укрывался. Да конечно, сколько ее зимы-то. Передайте, пожалуйста, документы. Вот я вас прошу, Ваша честь, чтобы расплатиться с банком. А я свою жену, она живая. Передайте, пожалуйста. Позовите свидетеля моего. Какие-либо еще доказательства у вас есть? Ну, доказательства у меня вот это, то, что я вам дал. Ясно. Пригласите свидетелей сца. Свидетелей сца, пройдите. Дуся, ты-то откуда вы? Откуда вы? Из могилы выкарабкалась, чтобы тебя, Ира, да с собой забрать. Эк, это сам же лично хоронил-то. О, хоронил. О, Ваша честь. Концерт целый. Я, Пронина Просковья Филипповна, с этим товарищем мы были в гражданском браке. Он здесь плачется, что он бедный, несчастный, что он инвалид. И медведь его, видишь, задрал на охоте. Все это, сказки. Он эту фантазию развивает всю свою жизнь с новости. А я его знаю давно. Произошло это так. Он работал у нас на скотном дворе, пил смертную чашу. И в один прекрасный момент он раздавал корма животным, испачкал все сапоги в комбикорм и завалился спать. Холод был. На скотном дворе холодрыга была, и он завалился там спать. Он, свиньи у него объедали корм, налипший на сапогах. Он даже не почувствовал, что ему отгрызли пальцы свиньи. Сейчас наговорите. Ну хорошо. Да, 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 так и было. Хорошо, следите. Мы здесь услышали, что именно для того, чтобы похоронить вас, ответчик взял в банке большой кредит. У него была жена законная. Звали ее Просковья. Прожил он с ней 20 лет. Жили они в городе, квартира у них там была. А вас как зовут? А меня зовут... Меня Евдокия зовут. Это он первую похоронил. Это он первую похоронил. А эта живая стоит. А когда ответчик сдавал квартиру, где жил-то он? Я не знаю, где он жил. А жилье у него есть какое-то? Когда загорелся. Жилье есть у него какое-то? Квартиру у него в городе. Но квартиру, вот эту он квартиру сдавал. А об этом я ничего не знала. Мы с ним расстались после пожара. Когда сгорел сарай, дотла сгорел. У него были какие-то сбережения, он их все прятал. Во время пожара-то все и выяснилось. Куда он, в какой банк складывал. В подвал, в трехлитровой банке прятал. Ну да. Во время пожара все это сгорело, превратилось все его сбережения в пепел. В пепел. Так он узнал причину пожара. Я уехала в город, забыла выключить. Ой, пройдохи тебе. Закрыть, выключить. Вы достаточно, спасибо. Скажите, пожалуйста, вы пригласили сюда свидетеля для того, чтобы охарактеризовать личность ответчика, да? Охарактеризовать личность ответчика, что он из себя представляет, что он даже живую женщину похоронил, представил. Почему это же не уголовный процесс, не административный, это гражданский процесс. Если ответчик нарушает ваши права, ваши организации, вашего юридического лица, вы имеете право требовать каких-то законных, предъявлять ему законные какие-то требования. А если не нарушает, значит, не имеете права. Причем здесь вот эта вот вся история жизни. Нет больше никаких историй? Нет. Ответчик, у вас нет? Ваши. Тогда удаляюсь для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Вам что, жалко для ребенка 12 тысяч рублей в месяц? Ребенку 4,5 тысяч мало, очевидно. Фрукты, овощи, одежда. Да она на себя пламя натрать, ваше честь, на себя. Фанат мотоспорта любит своего малолетнего сына и добровольно платит алименты. Но его бывшая жена хочет, чтобы он платил намного больше, чем может. Она заставила байкера продать его мотоцикл, а теперь хочет лишить его свободы. Дети, где-то здесь. Я очень вас прошу, замолчать и стоять сейчас молча. Вы меня понимаете или нет? Да, Ваша честь, я понимаю вас. Но у меня сердце болит. Я понимаю, что у вас болит. Так вот, чтобы не заболел еще и кошелек в результате моих штрафов, стойте и молчите. Иллюзия провинциального мальчика, что заплатив деньги за обучение, он гарантированно получит диплом, разбилась о суровую действительность. Оказалось, что стоимость диплома в полтора раза превышает стоимость обучения. Вот вы, естественно, здесь ссылались на положение статьи, прежде всего, 91-ю жилищного кодекса. А в этой статье рассказано, что возможно выселить нанимателей из жилья, но только в том случае, если он использует это жилье не по назначению, допуская его разрушение. Так и есть. Значит, никаких доказательств этому вы не привели. Как же? Потому что, объясню, объясню, потому что закон под использованием жилого помещения не по назначению понимает, что это жилье используется не для проживания людей, а для других целей. Ну, не знаю, там офис, склад, какой-нибудь животноводческий комплекс. А здесь жили люди. И ответчику разрешено сдавать это жилье. Другой вопрос, что он не поставил вас в известность, обязан был поставить, но это не есть основание для выселения без предоставления ему жилья. Решение суда. В иске отказать. Истец Майя Кондратьева обратилась в суд с иском об изменении размера выплачиваемых алиментов с долевого на твёрдую денежную сумму в размере 12 тысяч рублей. Ответчик Роман Кондратьев с иском не согласен. Открыто слушание дела. Вам слово. Ваша честь, я Кондратьева Майя Владимировна. Требую изменить размер алиментов с долевого на твёрдую денежную сумму 12 тысяч рублей в месяц. С какого перепуга-то? Так как деньги, те, которые ты платишь, уже в течение года нашему сыну, совсем уже, абсолютно уже, это копейки какие-то. Он скрывает от нас свои настоящие доходы. А какие копейки? Какой размер сейчас вы получаете? Я получаю 4,5 тысячи рублей. Ежемесячно. Для Ставрополя это очень хорошие деньги, ваше честь. Когда мы развелись с ним год назад, он зарабатывал 18 тысяч рублей. У нас есть, мы оформили соглашение о том, что он будет выплачивать по 4,5 тысячи. Я была согласна. Это без суда было, да? Всё, мы в ЗАГСе, у нотариуса всё было оформлено, все эти документы, всё было хорошо. Понятно. Но когда я узнала о том, что у него, оказывается, он скрывает свои настоящие доходы, что у него, оказывается, есть бизнес... Да это неправда. Поэтому я хочу, чтобы эта сумма изменилась, потому что мне совсем не хватает этих денег на ребёнка. Понятно. Итак, вы хотите установить твёрдую денежную сумму в размере 12 тысяч. Да. Вы можете доказать, что ответчик имеет какой-то бизнес, имеет дополнительный доход, имеет какие-то другие источники заработка? Да у неё нет ничего. Вы знаете, у меня есть фотографии, вот у меня, пожалуйста, есть фотографии, которые, на которых он, я его сфотографировала, мне пришлось просто это сделать. На дорогом Мерседесе, в дорогом костюме, извините меня. И то, что ты врал мне, что ты снимаешь комнату в какой-то квартире, это тоже всё ложь. Он живёт уже давно у своей... Передайте мне эти доказательства, пожалуйста. Он живёт уже давно у своей гражданской жены. Пожалуйста. Да тебе это не должно волновать. Абсолютно. Это моя личная жизнь. Да, пожалуйста. Он живёт со своей гражданской женой, у неё дома. У неё дома. Фотографии-то передайте. Никакие он... Извините. Никакие он... Никакую он квартиру, нигде комнату не снимает. И не 18 тысяч у него. Зарплата, как он прибедняется уже который месяц. У меня есть гражданская жена. Понятно. Я с ней живу, что... Значит, я вам хочу сказать, что на самом деле, вот эти вот документы, которые вы представили, вот, а именно фотографии, они, ну, к делу трудно, из них трудно сделать вывод, что именно ответчик владеет этим Мерседесом, именно ответчику принадлежит этот костюм. Наверное, он дорогой, но по фотографиям недостаточно. А вот то, что вы представили справку 2НДФЛ о доходах ответчика и об уплате налогов за прошедший год, вот это вот документ. Так откуда на это всё дело? Это серьёзно. Я... У меня есть другие документы. Я хочу сказать, что на самом деле, ваши доходы, соответственно, справки 2НДФЛ составляют 53 тысячи рублей в среднем в месяц. Да это неправда. У меня фиксированная зарплата 18 тысяч рублей. У меня есть справка. Что ты врёшь? У него доход более 100 тысяч в месяц. У него свой бизнес. У меня нет никакого бизнеса. У него свой. Что ты? А что, вам жалко для своего ребёнка? Ребёнок-то ваш? Конечно, мой ребёнок. Я не отказываюсь от ребёнка. Вам что, жалко для ребёнка 12 тысяч рублей в месяц? Ну что, неужели ребёнок... Мне не жалко, просто я так и... Вы мне ответьте. Неужели ребёнок... Мне не жалко, конечно, что... ...можем на 4 тысячи рублей, там, с половиной, прожить? Для Ставрополя эти деньги очень большие. Да я не знаю, Ставрополье или Чукотка. Какая разница? Ребёнку 4,5 тысяч мало. Очевидно. Фрукты, овощи, одежда, коммуналка, занятия. Да она на себя половина тратит, Ваша честь. На себя. Вы посмотрите. Ваша честь. А я, между прочим, я ему постоянно подарки высылал. Я игрушки покупал. Доказать можете, что высылали? Не, ну вот у меня чеки, что я платил алименты, никогда не задерживал. Вот зарплата моя, вот, пожалуйста, фиксируйте. Так, передавайте, передавайте все чеки сюда. Итак, ещё раз. ИСТЕС настаивает, что у вас бизнес. Представлена справка 2НДФЛ, в которой ваш доход более 50 тысяч рублей в месяц. А ИСТЕС на словах говорит, что более 100 тысяч рублей в месяц. Это она может говорить, что угодно. Бизнес есть? Нет, это не мой бизнес. А чей? Это бизнес моей гражданской жены. Понимаете? А на Мерседесе я работаю водителем, я вожу директора магазина. Понимаете? Какого директора? И получаю фиксируемый зарплату, 18 тысяч рублей. Что она придумала? Так что бизнес это не мой, а моей гражданской жены. Пригласите свидетеля-ответчика. Свидетеля-ответчика, пройдите. Фамилия, имя, отчество? Ушакова Валерия Александровна. Валерия Александровна, предупреждаю вас об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в суде. Истца знаете? Да. А ответчика? Ответчика, но я видела это, да, даму видела. Дама это истец, а ответчик это вот мужчина в майке СССР. Вы его знаете? Это мой муж, да, мы с ним вместе проживаем. Я, в вашу честь, хочу доказать, что Роман никаких дополнительных доходов не имеет. Я, в вашу честь, индивидуальный предприниматель. Вот мое свидетельство регистрационное. Так. Могу показать. Рома работает у меня на фирме водителем, официально получает зарплату, 18 тысяч рублей. Других доходов он не имеет. Вместе с ним мы полгода живем. За эти полгода он регулярно высылает алименты на своего сына. Заранее его бывшая жена договаривалась, нотариально заверено, все было. Прикривать пришла? Да, мне непонятно совершенно, почему вы вмешиваетесь. Застекший месяц, вот я ее видела два раза в магазине в моем. Приходила у продавщицы, расспрашивала, воспрашивала подробности нашей личной жизни. Валерия Александровна, а дети-то у вас у самой есть? Нет, нет у меня детей. У вас нет детей? А как, вот вы предприниматель, вы знаете цены. Вот ребенка на 4,5 тысячи прокормить и наодевать можно? Ну, вы знаете, Рома посылал и вещи посылал на ребенка. Потому что я знаю, что она все профукает, она все на себя, на одежду истратит, на шмотки. Конечно. Ты о чем говоришь? Да, конечно, о чем? Да. Да ты хоть знаешь, сколько я ежемесячно плачу логопеду для ребенка? Ребенку 4 года, а он половину букв не выговаривает. Ну правильно, он из-за тебя, видишь, уже и говорите. Я 5 тысяч плачу, а ты 4,5 платишь. Даже на логопеды. А ему покушать надо, ему одеться надо, ему игрушечки надо. Я лучше сам. 4,5, да это копейки какие-то. Сам лично, лично буду деньги привозить, но тебе лучше ни копейки платить не буду. Я бьюсь, как рыба обрет, пытаюсь что-то для ребенка заработать, чтобы нормально. Потому что еще неизвестно, ваше честь, куда она деньги эти тратит. А свидетель, а свидетель, у меня к вам еще один вопрос. Да. А вот мужчина-то на 18 тысяч прожить может? Да из которых 4,5 на алименты идут. Ну у меня он живет дома за квартиру, не платит. То есть он что, на вашем содержании фактически? Ну ваша честь, я считаю, что это мое личное дело. Кого я содержу, что, какие у нас. Конечно, это ваше личное дело. И на какую сумму будете содержать вашего мужчину, тоже ваше личное дело. Вот идем совещаться, для того, чтобы решить этот вопрос. Прошу встать. Прошу встать. Далее в программе. Я очень вас прошу, замолчать и стоять сейчас молча. Вы меня понимаете или нет? Да, ваша честь, я понимаю вас. Но у меня сердце болит. Я понимаю, что у вас болит. Так вот, чтобы не заболел еще и кошелек в результате моих штрафов. Стойте и молчите. Наталья Муромцева заплатила огромные деньги за обучение сына в престижной школе стилистов. Но диплом юноша так и не получил. Ведь за вожделенную корочку надо заплатить гораздо больше, чем за само обучение. Судом установлено, что вы, ответчик, имеете дополнительный заработок, подаете декларацию в налоговую инспекцию. И этот заработок непостоянен. Закон позволяет в этом случае назначить вам алименты в твердой денежной сумме. Причем закон стоит на страже интересов ребенка, и интересы ребенка не должны быть нарушены. Вот здесь истец говорила и доказала, представила документы, что расходы на содержание ребенка превышают значительно те размеры алиментов, которые вы выплачиваете. Вы фактически утаиваете деньги от своего ребенка. Все те доводы, которые привели вы и которые были приведены вашим свидетелям, они, по крайней мере суд относится к ним критически, мягко говоря. Я не могу поставить их в основу этого решения и принимаю решение о том, что ваш иск должен быть удовлетворен частично. Вы будете выплачивать алименты в твердой денежной сумме в размере 9 тысяч рублей ежемесячно. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Истец Наталья Муромцева требует расторгнуть договор, заключенный со школой стилистов, и вернуть 66 тысяч рублей, отданных за обучение сына. Ответчик, представитель школы стилистов, против иска возражает. Здравствуйте. Прошу садиться. Открыто слушание дела. Это что, вещественные доказательства манекена, да? Да. Понятно. Вам слово. Ваша честь, я Муромцева Наталья Васильевна, приехала из Тульской области. Я прошу вас помочь мне расторгнуть договор со школой стилистов, которым заведует Познякова Алла Сергеевна, мадам это, и вернуть мне 66 тысяч за обучение моего сына. Деньги просто вылетели в трубу. Это безобразие какое-то, вымогательство сплошное. Дело в том, что у меня один сын, Юрочка, такой талантливый мальчик, он с детства занимался прическами, всем девочкам в классе делал прически, с начальных классов, к нему прям очереди выстраивались, все были очень довольны. И мечта у него была, ваша честь, вот выучиться на стилист, на хорошего мастера, парикмахера, но неужели я, мать, не пойду навстречу своему сыну? Я узнала, что в Москве есть школа стилистов, престижная школа, но неужели я своему сыну не взяла? Я поехала в Москву, заключила договор, ваша честь, оплатила его на 66 тысяч, деньги-то какие, по 11 тысяч в месяц, 6 месяцев. Договор заключали вы? Да, значит, в договоре вот оговорено у нас, что все инструменты, все инвентарь, все предоставляет вот эта школа, ничего не предоставили, ничего не выполняли, прям безобразие какое-то. Ваша честь, все пункты договора, я утверждаю, выполнены. Ваша честь, содержит школу, ни один ребенок не получил диплома, вы стали вымогать к нас деньги, расчесок один, ваша честь, на 5 тысяч купили, это же... Да какие вы расчески купили, ваша честь, такими расчески купили, разве можно, ваша честь? В школе, правильно, у нас престижная школа, инвентарь у нас тоже должен быть соответствующий. Да золотого, что ли, должен быть инвентарь-то, глаза-то твои бесстыжие, как же ты... Вы должны сейчас представлять мне доказательства, а не говорить о том, что глаза бесстыжие, что еще-то, на 5 тысяч рублей купили расчесок. Болваны, вот эти вот, мы покупали, вместо того, что в договоре оговорено, что они должны нам предоставить, вот у меня здесь написано. Болваны, это вот эти манекены, да? Да, это им предоставлялось. А мы покупали сами на свои деньги. Передайте мне эти документы, которые подтверждают вашу правоту. Здесь 400, две штуки, и на 4,801 штука, ваша честь. Пенки, всякие шампуни, краски, все. Нет, как вы хотели, вы знали, у вас сын шел учиться в престижную школу, здесь большие вложения. Или вы же хотели за 100 рублей отучить вашего сына? За 66 тысяч, что у нас входит это все в договор, ваша честь. А у меня получается, что я потратила вместо 66 тысяч, я потратила 104 тысячи 600 рублей. Это ж какой, что ж, я дойная корова, что ли, какая, с меня прям такие деньги тянуть. Я же еще сыну и квартиру снимаю, чтобы он здесь мог учиться. Ему же надо где-то жить, ваше честь. Это же безобразие. Да, матерра работают, у них инструменты, ножницы, 30 тысяч. Сын эту школу закончил или нет? Истеец. Да в том-то и дело, что когда к этому делу все подошло, к первому марту, когда должны были выдать дипломы, звонит мне мой сын, весь в панике, в слезах, оказывается, дипломы не выдают. У него нет никаких зачетов, вернее, из 46 зачетов у него 31 недостанных, как же такое может быть? А вы что, не знали раньше, что он такой неуспевающий? Такого не было. Они же никогда ничего не говорят. Успевающий, деньги берут. В посещаемости, вот я могу его дать, вот. Тут все показано, как он пропускал. Дядя, твоей рукой все написано. Твоей. Да он пропускал, у вас постоянно прогуливался занятия. Да что же ты говоришь? Говорите, чтобы он у вас прям был мастер высших классов. Ваша честь, но это же не один мой ребенок, не один ребенок не получил там диплома в этой школе. Это же какое же может быть такое обучение? Что же не за школа такая, стилистов-то? Сейчас всегда сдадут зачеты. А что там с зачетами было, расскажите мне. Ваша честь, 72 часа дня учебных и 46 зачетов. Но это же нереально. Почему? Ну потому что они учатся... Когда поступал, он знал, что будет 46 зачетов? Им же об этом не оговаривались. Они, оказывается, сделали по 3 часа, каждые 3 дня в неделю. Это обучение всего-то. И за 3 часа они должны сдать зачеты 46. Но это же нереально. Как же они руки-то будут набивать? У меня мальчик, он так стрижет, он на каникулы приезжал. Весь поселок к нему в очередь устраивался. Это договором предусмотрено или нет? Вот именно 46 зачетов? Нет, там не оговаривалось. А где мальчик сейчас? А он ждет, он свидетель у меня, ваша честь. Мальчик мой. А они теперь требуют за пересдачу зачетов, 31 зачет якобы не доздали. Они требуют за каждый академический час по полторы тысячи, ваша честь. Это же какие деньги, это же... То есть они увеличивают фактическую стоимость в 2 раза. Да, ваша честь. За счет дополнительных материалов, расчесок, отвечек истец. Простите, ваша честь. Это что, выяснение отношений в вашей школе, что ли, или суд? Фактически в 2 раза повышается стоимость вашего обучения, да еще и дипломы не даете. В чем дело? Объясните. То, что сейчас они по полторы тысячи за час, то это, да, закончен учебный год. Как же они хотят, чтобы наши мастера экстраклассы обучали дальше бесплатно, что ли? Что ж ты раньше-то не говорила, что у нас мальчик не успевает. Так мы надеялись, что за полгода, которые он учится, он чему-то научится? Но если он такой бездарный, извините меня... Он бездарный. Ваша честь, дети, у всех детей... Так, я очень вас прошу, замолчать и стоять сейчас молча. Вы меня понимаете или нет? Да, ваша честь, я понимаю вас, но у меня сердце болит. Я понимаю, что у вас болит. Так вот, чтобы не заболел еще и кошелек в результате моих штрафов, стойте и молчите, ладно? А теперь вы мне скажите, откуда такое количество зачетов-то? Зачем они нужны? На самом деле, надо учить. У нас школа с авторским дипломом. У нас свой график планов всех учебных. У нас как бы постоянно проходят зачеты. Посмотрите, вот эти манекены, это все вот работа ее сына. Да не правда это. Это вот он так сдавал... Юрочка ему не мог так постричь. Он сдавал так зачеты. Вот посмотрите, ваша честь. Вот если бы вы или вашу жену так постригли, как вы себе представляете? На место, ставьте, пожалуйста. Это не Юрочкина рука, я же режу. Это, наверное, моя рука. Другими словами, сын истца учился плохо. Конечно плохо. И поэтому вы не выдали ему диплом. Он и учился... Да замолчите вы в конце концов. Дайте мне разобраться в вашем деле. Вы что, пришли сюда, на базар что ли? Да не на базар, ну переживаю. Он постоянно пропускал занятия. Сейчас выведу из зала. Он постоянно пропускал занятия. Табель зачетов у нас всегда висит на стенде. Пожалуйста, приди, почитай. Только он не мог найти ни модель, ни клиента, чтобы на нем отработать свое мастерство. Как понять модель клиента? Он что, должен сам искать? Ну, конечно, а как же он хотел? Учаясь в школе, что я ему буду подыскивать? Я думаю, что да. Я думаю, что именно школа должна обеспечивать модели. Ну нет, как школа. То есть, если он даже не может найти клиента для показа своего мастерства, о чем вообще тогда идет речь? Чему должны мы его учить, если он даже не может найти? Скажите, пожалуйста, а он единственный так не находит клиента и не получил диплом? Или это массовый у вас такой порядок? Массовый у них, массовый. Да что же это за безобразие такое? Я, в конце концов, последний раз предупреждаю. Ну и рука не поднимается штрафовать. Да, Ваша честь. Замолчите, пожалуйста. У всех детей осталось не столько, незачем. Так, я помню вопрос-то. Отвечайте. Нет, у нас... Сколько человек поступило, сколько получило дипломы? Ну, пока у нас не получил диплом ни один человек. А поступило сколько? Ну, получило все... Ну, около 100 человек. 120 человек у нас поступило. План дайте мне ваш учебный. Утвержденный. Да у них не утвержденный он даже. Не подписанный, печати там нету. Этот план должен быть утвержден в установленном порядке. А это что? Понимаете, у нас школа с авторской лицензией. То есть как бы... Да перестаньте аж с авторской лицензией. Вы должны иметь... Вы должны иметь в установленном порядке у вас учебное заведение. Утвержденные журналы и прочие документы. Мы с этого года перешли на полугодовое обучение. Поэтому у нас преподаватели смотрят по успеваемости группы. Сейчас просто группа, вот его, она просто постоянно... Да Юлечку моего послушать, он не все скажет. Я не могу понять. Вот вы сейчас сказали о том, что планы у вас меняются. Так у вас что, задним числом они меняются, что ли? Нет, они у нас вывешиваются на стенде постоянно. Если у нее сын просто пропускал... Понятно. Я не пропускал и не видел, когда у нас зачет и когда у нас что происходит. Итак, вы мне не можете представить ни учебных планов, ни программ, ни методических указаний. Ну, сейчас в данный момент нет. А с чем вы пришли в суд? Объясните мне. Ну, вот у меня лицензия есть. Понятно. Пригласите мне, пожалуйста, свидетелей истца. А вы пока дайте мне вот эти вот документы, которые ответчик принес. Я хочу на них посмотреть. Одна лицензия только, да? Да. Аферистка. Спасибо. Помогательница. Свидетели истца, пройдите. Это просто у вас не придумала. Да, конечно. Не весь что. Ага. Прям гений он у тебя. Ваша честь, Муромцев Юрий Александрович, студент школы стилистов. Слушатель, а не студент. Студент это высшего учебного заведения. А в данном случае это какая-то школа, шараш-монтаж, похоже. Мы еще выясним, что это за школа такая, откуда такая лицензия взялась. Престижная школа. Мне необоснованно не выдают диплом. В общем, ситуация обстояла так, что я принес с собой фотографию учебного плана как раз. Я их фотографировал просто для того, чтобы готовиться к занятиям, ну, как положено. А вам их не выдавали? Висели стенды обычные. Стенды всегда висели. Все планы эти на стендах всегда висят. Что доказывают эти фотографии? То есть учебный план, он в течение месяца, он был абсолютно нестабилен. Он мог меняться по несколько раз буквально. И мало того, что непонятно было, когда какие занятия, на нем еще не было отмечено больше половины зачетов. Да потому что вы половины зачетов не сдавали, потом нужно было их пересдавать. Поэтому и менялись все планы. Другими словами, те зачеты, которые сейчас требуют от вас для сдачи, они не были предусмотрены учебным планом. Да, именно так. Правильно? Да. Передайте-ка мне, пожалуйста, все эти документы и фотографии в том числе. Конечно. И скажите мне еще, а сколько людей-то в вашей группе сейчас получили дипломы уже? Пока нисколько. Сейчас сдадут, они все получат. То есть всех вынуждают сдавать дополнительно вот эти вот самые зачеты? По 20-30 зачетов. Ну, просто понимаете, я в конце концов штрафую и вас, и вас. По тысяче рублей каждый. Дайте мне разобраться. Понимаете, ситуация сложилась таким образом, то что мы только за две недели до конца вообще занятия, то есть до конца вот нам должны выдать диплом, за две недели до этого мы узнаем, что у нас из 46 зачетов 31 не сдан. То есть... Так, а когда вы узнали о том, что эти зачеты платные? Ну, в принципе, где-то же в это и время. То есть при поступлении в эту школу престижную стилистов вы об этом не знали, да? Нет, не знал. Только зачем мы будем это говорить? Мы надеялись, что они будут учиться достойно, и не нужно будет ничего пересдавать. И то есть проблема была... Учения достойные. Проблема была еще в том, что даже на обычных занятиях преподавателям до нас просто не было дела. То есть мы приходили на занятия, а преподаватели были заняты собственными клиентами, а чему могли учиться? То есть мы могли только смотреть, вот, как они стригут своих клиентов. И как мы... Как? Мы им много зачетов на сдаем, получается. Вот и учился, и бы ты смотрел, как других-то стригут. Удаляюсь для принятия решения. Прошу всех встать. Итак, уважаемая ответчица, к вам предъявлено требование о расторжении договора и возврате денег в размере 66 тысяч рублей. В связи с тем, что договор не выполнен. По договору вы должны были обучить клиента мастерству. Никаких дополнительных расходов этим договором не предусмотрено. Однако в суде мы получили достаточно доказательств тому, что вы требовали оплачивать дополнительные какие-то услуги. В том числе зачеты, болваны, как называют их, естественно, самом деле, манекены, да? Как я понимаю, оплату расчесок и другого материала. Так как это не предусмотрено договором, и так как вы не доказали, что вы выполнили свои договорные обязательства в том объеме, в котором это предусмотрено договором, я считаю, что вы обязаны вернуть заявленную сумму денег в полном объеме. Решение суда. ИС удовлетворить. Редактор субтитров А.Семкин